На площадке Лондонской фондовой биржи состоялся инвестиционный форум, посвященный 30-летию независимости Казахстана. В мероприятии приняли участие руководство Лондонской фондовой биржи и МИД Республики Казахстан, казахстанских и британских деловых кругов. Председатель правления ООС Амрук Казана Алмаз Адам Садкалиев на встрече с главой группы по рынкам капитала Лондонской фондовой биржи Мюрером Роосом отметил успешное сотрудничество между фондом и биржей на примере приватизации компании Казатампром. Глава группы по рынкам капитала Лондонской фондовой биржи Мюрером Роос подчеркнул широкий потенциал для развития партнерства с Амурк Казана. Также накануне в Лондоне прошло заседание Казахстанско-британского делового совета под сопредседательством главы фонда благосостояния Алмаз Адам Асадкалиева и торгового посланника премьер-министра Великобритании по Казахстану баронессы Эммы Николсон. Участниками дискуссии стали представители британских и казахстанских деловых кругов и международные инвесторы. В преддверии конференции ООН по изменению климата КОП-26 было отмечено, что прагматичный и рациональный подход, основанный на научных исследованиях, инновациях энергоэффективности, поможет определить оптимальный энергетический баланс в будущем и таким образом смягчит негативные последствия ускоренного перехода, а также будет способствовать диверсификации, гибкости и устойчивости экономики. К примеру, в рамках энергоперехода национальная компания «Казахстан-Тимаржола» ведет переговоры по приобретению маневровых локомотивов, работающих на аккумуляторных батареях. На полях делового совета также был подписан меморандум о сотрудничестве между Самбрах-Казна и компанией «Арк». По словам ее руководителя Джулиана МакКентайра, британские инвесторы заинтересованы в строительстве предприятия на территории Казахстана по переработке отходов угледобычи. Халамжан Хараманула, Великобритания, Лондон, итоги дня.